Спасибо. Вот, но сегодня, значит, я расскажу несколько вещей как бы в продолжение того, чем мы занимались, так, но вот просто так обрисую несколько сюжетов, значит, может быть, но и недолго, поскольку завтра у меня днем самолет, многочасовой полет, так, ну и как-то я себя после этой недели не чувствую в силах долго вам сегодня рассказывать. Значит, но есть несколько вещей, которые я вам давно обещал точно сформулировать, связанных с той классификацией, которые у нас которые мы наконец в прошлый раз сформулировали к классификации простых алгебр, я собирался вам несколько дальнейших вещей рассказать. Так, значит, но вот я постараюсь такие сюжеты обрисовать. Во-первых, как классифицируются все-таки в точности полупростые алгебры, если известна классификация простых алгебр. Так, это раз. Второе, значит, как в точности, сколько у них на самом деле деформаций, так, ну хотя бы локально, так, то есть, значит, скажу, чему равны размерности группы вторых к гомологии L с коэффициентами B. Так, значит, это, но это и есть пространство локальных деформаций. Вот, значит, и там обнаружены совершенно удивительные вещи, удивительные вещи в характеристике 3. Я так, буквально пару слов скажу о том, что происходит в характеристике 3, потому что там происходит совершенно, ну, одна абсолютно удивительная вещь, которая тоже уже давно известна. В общем, характеристике 3, там появляются новые простые алгебры в крошечных размерностях. Вот в характеристике 5, самая маленькая, которую мы видели, она все-таки имеет размерность 125. Алгебра Мелитяна, значит, M1 имеет размерность 125. А в характеристике 3, там появляются новые алгебры, не изоморфные никаким из нашего списка, в размерности 10. А в размерности 18 появляются серии. Так, то есть это вот так называемые алгебры Франк, серия ТМ. Так, значит, ну вот из которой первая, там имеет размерность ограниченная, имеет размерность 18. Так, вот, ну и, значит, если останется, если я еще буду в силах, останется время, то я, может, еще что-то расскажу про структуру этих алгебра. Может быть и нет, но там намекну на то, вот, как там устроены картановские под алгебры и так далее. Но вообще, вот сейчас мы дошли до того места, которое уже просто связано с сегодняшними работами. Так, и тут нужно уже приглашать специалиста, который бы это рассказал, значит, вот реального специалиста, который этим реально занимается. Специалисты, специалисты есть там в Москве, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Петербурге специалистов нет. Вот, настоящих, то есть, как бы вот по этой науке, по модулярным алгебрам, это наука. Кстати, есть в Алма-Ате. Так, вот, значит, один из непосредственных учеников Алексея Ивановича, Оскар Сиркуловича Магильдаев, он, значит, в Алма-Ате и там... А, может быть, вот, может быть, мы как-нибудь, так сказать, пригласим кого-нибудь и, может быть, значит, вот, скажем, значит, Паша Зусманович непосредственно и специалистов, так сказать, его бы заполучить, нам посчитать лекции на эту тему. Вот. Ну и... А в конце я объявлю, что я решил, что я буду читать в следующем семестре, то есть я решил, что два образовательных курса, из которых я сам что-то узнаю, это уже достаточно, поэтому в следующем семестре я решил читать курс вот непосредственно по тому, чем мы просто занимаемся, Серёжа, это вас касается непосредственно, по разложению унипотентов, чтобы все прослушали курс, так сказать, я раздам задачи, значит, все их начали решать, и кто решит, сразу будем брать в проект. Кто напишет статьи-то, а те, кто не напишет статей, будем исключить. Вот. Значит, итак, первый сюжет полупростые алгебры. Вот. Значит, ну вот в характеристике ноль мы помним, значит, в характеристике ноль полупростая алгебра есть сумма простых. Я вам даже рассказал доказательства там на третьей или четвертой лекции, это связано с тем, что в характеристике ноль, значит, полупростая, это ром то же самое, что невырожденная. Сегодня мы увидим роль, значит, алгебры с невырожденной формой Киллинга. Еще раз. Так, убедимся, ну, поймем, почему это так важно. Вот. Значит, а в положительной характеристике это совершенно не так, я вам приводил примеры того, что это не так. Вот. А сейчас я вам уже, значит, скажу всю правду. Так, значит, эта вся правда дается теоремами, была доказана в 69 году Ричардом Блоком. Так, значит, когда характеристика К равна П? Больше нуля. Вот. Ричард Блок – это тот самый блок, который Блок Уиллсон, ну, один из авторов классификации ограниченных простых алгебр. Так, значит, теорема Блока стоит в следующем, значит, там, ну, я сформулирую, ну, давайте я сформулирую в начале следствие, значит, которое уже дает классификацию полупростых алгебр, так, а потом скажу, что там на самом деле является критическим моментом. Критическим моментом является случай полупростой алгебры с единственным минимальным идеалом, не нулевым. Так, вот это суть доказательства в этом. После этого все очень просто. То есть то, что я сейчас сформулирую, общий случай – это непосредственное следствие этого частного случая, то есть нужно увидеть, что происходит в случае одного минимального идеал. Вот, а в общем случае теорема выглядит так. Теорема Блока. Так, значит, пустель конечномерная, полупростая, алгебра Ли, над алгебраически замкнутым полем, а характеристически п больше нуля. Так, значит, тогда существуют алгебры, простые алгебры Ли, 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 Ли. И алгебры ученых многочленов. Значит, О, Н, И, Т и единица. Ну, то есть алгебра разделенных степеней для случая, ну, когда мы факторизуем по ПТ-м степеням переменных, не по каким-то более высоким, а по ПТ-м ровно. Ну, которые изоморфны, это алгебра изоморфна К от Х1, ХНИТ, профакторизованная по Х1 в степени П, значит, и так далее, ХНИТ в степени П. Вот. Такие, что, значит, сумма Литых тензор на ОНИТ1 содержится в Л, значит, сумма по И от единицы до С, и Л содержится в алгебре к дифференцировании вот этой суммы. Вот, значит, то есть, ну, то, что у нас было, например, там алгебра ПЖЛ, если вы помните, она так и возникала, да, ПЖЛ, она встраивалась в алгебру дифференцирований, там, значит, в алгебру дифференцирований чего? ПСЛ. Алгебры ПСЛ. То есть алгебры СЛ по центру одномерному. Так, значит, ну вот, окажется, что это общий случай, но только, ну, вот еще, значит, нужно смотреть не на, значит, не просто на простые алгебры, а... Ну, это что-то в духе там дифференциально простых алгебр, да. Так, значит, сейчас для случая там одного множителя мы явно вычислим, чему равна алгебра дифференцирования. Вот, значит, то есть видно, что, ну вот, буквально это неверно, буквально это неверно, но что-то очень близко и верно, так, значит, но вот с тем, что на самом деле это значит, что мы должны реально уметь посчитать алгебры дифференцирований, но алгебры дифференцирований такого-то это знапряжение считается легко, это нужно посчитать алгебры дифференцирований, вот этого мы знаем, это общая алгебра, так, а вот нужно посчитать алгебры дифференцирований простых, значит, алгебр, да, так, и в отличие от характеристики нуля, это тоже, так сказать, некая отдельная задача. Вот, значит, вот эта теорема, которая, это ответ на общий случай, а теперь я сформулирую, вот, ключевой случай в доказательстве, так, она доказана, ну, там, можно смотреть статью Блока, но, конечно, сейчас есть изложение, вот в книжке Штрада, значит, смотри, вот ту книгу Штрада, которую я рекомендовал в самом начале, значит, я сегодня снова ее полистал, но понял, что, так сказать, тоже доказательство рассказать будет трудно, да, Сережа, у вас? Полупростая алгебра, то же самое, что всегда, значит, полупростая алгебра, это алгебра, у которой радикал равен нулю, так, это алгебра, в которой нет абелевых идеалов, так, например, так можно формулировать, да, Вот, но вот в характеристике ноль, это ровно значит, что она, потому что в характеристике ноль полупростая алгебра, вот критерий Картана говорит, что полупростая алгебра, это алгебра с невыраженной формой Киллинга, и тогда вы взяли любой идеал, он там выделяется прямым слагаемом, потому что его дополнение, это будет, значит, то, что ортогонально к нему по отношению к форме Киллинга, Так, а здесь ничего такого нет, в частности, потому что, значит, нет критерия Картана, и поэтому мы знаем, что, значит, кроме классических алгебр, есть алгебры, у которых форма Киллинга в очень сильном смысле вырождена, и во многих случаях даже равна нулю просто, понимаете, так, что... Вот, значит, ключевой случай такой, значит, ключевой случай, из него довольно просто все выводится, вот, а это довольно серьезная теорема, это случай, когда L содержит единственный минимальный идеал. Вот, и это действительно очень важный случай, вот вы будете смеяться, но эта теорема сама используется в классификации простых алгебр, Потому что здесь редукция к, значит, простым алгебрам, классификации которых мы еще не знаем, а вот в классификации простых алгебр там это выглядит так, там, значит, вот... Ну, в каких-то случаях рассматривается простая алгебра, вот, фильтрованная, рассматривается все еще градуированная алгебра, она, вообще говоря, не обязательно будет простой, но она будет полупростой, и как раз там вот в интересных случаях, которые возникают в классификации, она будет полупростой с единственным минимальным идеалом, там, по теореме Бейсфеллера. Вот, и поэтому вот этот случай, просто эти теоремы были доказаны, там, несколько десятилетий до классификации, вот, и они оказались важны в самой классификации простых алгебр. Так, значит, ну, вот теорема, значит, теорема для случая одного минимального идеала выглядит так, это вот, значит, теорема Блока предшествующей той теореме, ну, того же года, что 69-й год, здесь написано, так, значит, вот пустель полупростая, ну, полупростая, конечно, мерная, алгебра Ли, значит, над К равным К чертой, над алгебрически замкнутым полем характеристики П больше нуля, и пусть И – это единственный минимальный идеал. Вот, ну, мы обычно имеем дело, мы обычно смотрим на максимальное что-то, да, но вот на самом деле часто столь же интересно смотреть на минимальное что-то, но для конечномерного, естественно, это существует. Так, значит, только здесь у нас все конечномерно. Так, значит, тогда существует простая алгебра Ли, Л0 и такое натуральное Н, что, значит, верно следующее, что, ну, тут я, ну, посмотрите, мы можем рассмотреть присоединенное действие, вот такое отображение, значит, отображение из Ль в алгебру дифференцирований И, так, которое сопоставляет элементу Х отсюда, значит, присоединенное дифференцирование, ограниченное на И. Вот, и на самом деле, на самом деле, вот в этом случае это будет вложение, так, поэтому мы можем, это будет изоморфизм, вот в этом случае. Так, значит, но так, тогда, значит, можно написать следующее, что, вот, вот, ну, поэтому я буду отождествлять, я буду отождествлять алгебру Ли и ее образ при вот этом, ну, от И его обозначен, и ее образ при этом изоморфизме. Так, так, тогда, значит, можно написать, что Ль с ноликом, тензор на ОН1 содержится в Ль, содержится в В, вот, ну, и теперь можно явно посчитать, чему равна алгебра дифференцирования, да, в этом случае это алгебра дифференцирования с ноликом, тензор на ОН1, так, на котором полупрямо действует алгебра дифференцирования, алгебра ВН1. Ну, если хотите, вы можете написать еще единица тензор на ОН1. Так, значит, то есть ничего больше не появится. Так, вот это, значит, явное описание, совершенно уже явное описание алгебр, полупростых алгебр с единственным минимальным идеалом. Ну, и, конечно, сегодня для всех, это общие теоремы, но сегодня для всех простых алгебр, конечно, мы знаем конкретно, чему равны их алгебра дифференцирования. Вот, то есть, значит, в принципе, ну, это достаточно полное описание, достаточно полное описание, вот, полупростых алгебр, а если мы хотим что-то в таком духе иметь, то нам нужно менять класс алгебры, нам нужно рассматривать не простые и слагаемые, а дифференциально простые. То есть не те, в которых вообще нет идеалов, а те, в которых нет характеристических идеалов. И, конечно, это более широкий класс, чем простые. Понятно, да? То есть, вот, тогда мы что-то в таком духе могли бы получить, а одних простых не хватит. Так вот, ровно, то есть нужно расширять класс блоков этих, слагаемых. А, теорема блока как раз-то, да, да, это итальянская, так сказать, альпостодиблокко, да? Там, глупые такие итальянцы, то, что называется по-английски пан, да, языковые шутки, да? Постодиблокко, это где стоят, ну, карабинеры. На-на. Вот, и это обыгрывается. Совпадение с фамилией блок. Так, ну, вот это вот, значит, классификация полупростых. Теперь я, значит, начну следующий сюжет. Это, вот, деформация. Так, и это крайне интересный сюжет. Я вам здесь, конечно, всего рассказать не смогу. Так, значит, но я вам расскажу достаточно удивительные вещи. Так, ну, вот, значит, пространство локальных деформаций, заведомо достаточным условием для того, чтобы не было деформаций, является равенство нулю второй алгебры, второй группы когомологии, самой алгебры с коэффициентами в себе. Так, то есть, вот, на самом деле нас интересует жесткость, нас интересует отсутствие глобальных деформаций, так, значит, но, ну, вот, чтобы не вдаваться в алгебраическую геометрию, намного проще изложить такой сюжет, когда вообще, так сказать, даже потенциально не может быть глобальных деформаций. То есть, когда HLL равно нулюб, когда невозможно начать строить вот эту деформацию, когда она уже на первом шаге препятствия возникает. Потому что это препятствие на первом шаге. Так мы обсуждали уже, да? Так, и вот сейчас мы просто увидим, ну, некие совершенно удивительные вещи, так. И вот они как раз, ну, вот никакого, никакого вообще аналогов в конечномерном мире, в конечномерном мире в характеристике ноль не имеют. Практически ноль, это как раз то, чем там занимаются люди, которые занимаются бесконечномерной наукой. А вот в характеристике P бесконечность наступает очень рано. Вот, значит, итак, жесткость и деформация. Так, ну вот, значит, я вам уже говорил, что, значит, моральная жесткость. Моральная, это значит, что, вот, нельзя, там, взять и на какое-то гладкое многообразие, значит, на каждую точку навесить алгебру какую-то. Так, чтобы эта алгебра, ее структурные константы зависели полиномиально от точки, регулярно зависели от точки. Так, значит, вот, нельзя навесить таким образом, чтобы они действительно были неизоморфны, что если мы это сделаем, то всегда в какой-то, в окрестности они будут все изоморфны. А для каких многообразий, для каких многообразий, то, что сейчас было верно? Что верно? По-моему, вот, что-нибудь заморфно, многообразие низкую требованию. Ну, многообразие неприводимое, гладкое. Ну, если гладкость нарушается, то в этой точке что-то может нарушаться, да? Так, если неприводимость, то просто на разных компонентах могут быть неизоморфны. Так, а значит, то есть, ну, это значит, что, вот так, по-простому, значит, что мы не можем, вот, вести там еще несколько переменных, значит, так, чтобы, ну, то, что я сейчас говорю локально, я говорю, конечно. Мы не можем вести несколько переменных, так, значит, так, чтобы, вот, структурные константы еще зависят от этих переменных, и специализируя эти переменные в разные точки поля, мы получали неизоморфные алгебры. Так, и мы обсуждали, что это значит, так, и мы обсуждали, что, значит, вот, когда мы там вводим одну переменную, что, когда мы вводим одну переменную, то уже даже начать строить этот ряд невозможно, если h2l равно нулю. Так, то есть, вот это вот дело заведомо влечет в жесткость. Так, ну, и я буду называть жесткими, вот, но я не буду обсуждать настоящую картину, да. Нет, я сказал, что жесткость, это, жесткость всегда вытекает из равенства нулю когомологии, равенства нулю когомологии, это отсутствие локальных деформаций. Вот, значит, что нельзя пошевелить структурные констант, ну любое шевеление структурных констант приводит сюда к изоморфной алгебре, любое малое шевеление структурных констант, вот это ровно, это значит. А вот эти когомологии, которые вы написали, они никак не выражаются через обычные когомологии алгебры? Это обычные когомологии алгебры. Обычные когомологии алгебры? Это нам подробно рассказывал на двух лекциях Александр Юрьевич, старший. Это все знают, это помните, да, так сказать. У нас возникало после этого, мы использовали первую группу когомологии, вот это вторая. Вот, и, значит, ну основная, основной результат, значит, всей теории в практически ноль классический, это что такое, это теорема, там, ну это более-менее все эквивалент, теорема Вилли о полной приводимости, да, там, теорема Леви-Мальцева, да, там, это все сводится к тому, что, значит, что они жесткие. Так, ну вот, теорема, если характеристика К равна нулю, а Л полупростая, алгебра над К, а то H2Л равно нулю. Так, ну вот, пример то же самое, что полная приводимость представления, так, значит, то есть в характеристике ноль, вот это значит, что вот те алгебры, которые есть полупростые, они все уникальны, понимаете, да, то есть они просто, значит, жестко отличаются одна от другой, они, так сказать, все полупростые, естественно, потому что там разрешимые вы можете сколько угодно деформировать, понимаете, да, разрешимые там вы можете менять параметр, что там, вот двумерная алгебра, да, там вы взяли и, а? Жордановой клетки, да, и, так сказать, и все, да, так, и там возникает уже непрерывный параметр, так, вот, значит, естественно алгебра полупростая, она в характеристике ноль, значит, очень жесткое развлечение вот полупростых и разрешимых, да, то есть там, это тоже теснейшим образом связано, значит, с тем, что, вот то, что упомянул теорему Леви-Мальцева, что вообще любая алгебра есть, значит, расширение разрешимой, на которой действует, значит, полупростая, так, то есть, это что такое, это значит, это значит, что фактор любой по там наибольшему разрешимому идеалу будет полупростой, это полупростая однозначно, однозначно вкладывается туда-там обратно, да, то есть до сопряженности и так далее. Так, вот, значит, то есть характеристике ноль, вот жесткое различие, характеристике ноль, значит, полупростые алгебры и разрешимые, это совершенно разные миры, то есть полупростые индивидуально устроены сложно, но их очень мало, разрешимые индивидуально устроены просто, их много, но зато индивидуально они устроены просто, и вот все теоремы, которые доказывают критические ноль, да они доказываются так, мы отдельно доказываем что-то для полупростых, а для полупростых мы можем пользоваться классификацией, потом, значит, и выводим общий случай, вот, значит, но вот в характеристике положительной нам так жить, так сказать, не доведется, вот по следующей причине, значит, ну, во-первых, давайте вначале рассмотрим классические алгебры, значит, пусть теперь, пусть теперь К по-прежнему алгебраически замктое поле, но положительные характеристики. Так, мы с вами рассмотрели, значит, классические алгебры, классические алгебры. И специально для Сережи напомню, что классические алгебры, это не только А, Л, Б, Л, С, Л, Д, Л, но это еще Е6, Е7, Е8, Ф4, Ж2 и кое-что еще, и кое-что еще, сейчас я скажу. Вот, значит, вот это, эти алгебры, это алгебры не алгебраических групп, простых алгебраических групп. Вот в характеристике П, значит, еще одна вещь, которая теряется по сравнению с характеристикой 0, состоит в следующем, что в характеристике 0, значит, есть, так называемая теория Ли. Значит, в характеристике 0, теория Ли. Так, теория Ли, это утверждение, что, значит, алгебры Ли устроены точно так же, как группы Ли локально. Так, теория Ли, значит, она эквариантна вот чему, что алгебры Ли локальная структура, локальные группы Ли, я так и так напишу. Так, то есть, если забыть про глобальные, там, топологические варианты группы Ли, да, вот фундаментальную группу, там, какие-то такие вот вещи, да, то локально, значит, структура группы Ли просто, с точки зрения локального изоморфизма, вот, окрестность, которая сохраняет, одна окрестность переводится в другую, да, так что при этом сохраняются операцией, если они остаются внутри окрестности. Так, так вот, значит, локальная структура группы Ли полностью определяется ее алгеброй Ли, но это в характеристике 0. Так, в характеристике П, значит, ну вот мы здесь ровно обсуждали, так сказать, то, что не происходит из алгебраических групп. Так, потому что знаменитая теорема Шевалли, так, значит, теорема Шевалли утверждает, что, ну, значит, на самом деле, тут я сказал группы Ли, но можно вместо группы Ли говорить алгебраические группы. Ну, по крайней мере, если добавить слово полупростые. И, по крайней мере, если это все происходит над С, над алгебраическим замкнутым пулем, тогда это то же самое, что алгебраические группы. Так, значит, то есть полупростые алгебры Ли, это алгебры Ли полупростых алгебраических групп, точка, в характеристике 0. Так, в характеристике П, вот есть знаменитая теорема Шевалли, так, 57-го или 58-го года, да? В 56-го он построил группу Шевалли, а где-то вот в это время он доказал, что ничего больше, кроме них, нету. Что над алгебраически замкнутым полем любой характеристики, каждая полупростая группа алгебраическая является группой Шевалли. Так, ничего больше нет. То есть это значит, что список алгебраических групп над полем любой характеристики, такой же, как, значит, список алгебраических групп над полем нулевой характеристики, а он такой же, как список полупростых алгебр над полем нулевой характеристики. Это вот этот список. В положительной характеристике совершенно неверно, что каждая, значит, алгебра Ли является алгеброй какой-то алгебраической группы. И вот, собственно, все алгебры, которые мы видели, новые здесь, они не являются алгебрами Ли никаких алгебраических групп. Так, вот алгебра Ли называется алгебраической. Значит, алгебраическая алгебра Ли. А, ну само слово алгебраическая группа, да, вот меня как начинающего приводило, я думаю, что ж такое алгебраическое, а что-то бывает не алгебраическое. Ну все конечные группы алгебраические, поэтому, значит, алгебраическая алгебра Ли. Это алгебра Ли алгебраической группы. Вот, значит, алгебра Ли, соответствие нарушается, и оно нарушается и внутри. Так, значит, оно нарушается внутри, например, следующим образом, что алгебра Ли простой алгебраической группы, она, например, перестает быть простой. То есть оно нарушается, теория Ли нарушается на уровне идеалов, на уровне представлений, там, скажем, в характеристике ноль неприводимое представление алгебры соответствует неприводимым представлениям группы, ну когда они существуют. Ну все представления там существуют, например, у односвязной группы. Там понятно, что у присоединенной не все, а там есть фундаментальные, есть препятствия, так сказать, на уровне фундаментальной группы. Это то, что мы обсуждали год назад, или полтора года назад, вот спинорные как раз, там не все представления. У УСО есть не все представления, которые есть у соответствующей алгебры Ли. Нужно поэтому строить спинорную группу, у которой уже будут все представления. Так, вот, то есть, значит, алгебра Ли простой алгебраической группы не обязательно является простой. Вот это вот алгебра Ли простых алгебраических групп. Так, классические алгебры, так, это, значит, во-первых, это алгебра Ли простых алгебраических групп. Так, это, во-вторых, их факторы по центру. Ну, вот, например, значит, нас будет интересовать сейчас почему-то П равное 3. Ну, вот, в случае П равное 3, например, АЛ, если Л плюс 1, ну, давайте вообще любого П, чего там. Если Л плюс 1 сравнимо с нулем по модулю П, то тогда, как мы знаем, эта алгебра имеет одномерный центр. Так, это алгебра, вот эта алгебра, это алгебра СЛЛ плюс 1К. Так, ну и все поняли, что в характеристике ноль мы этого не знаем. Мы этого не видели, потому что в характеристике ноль центр, значит, СЛ равнялся нулю. Ну, потому что центр СЛ группы конечен, но поэтому, так сказать, касательное пространство тривиальное, значит, в единице. Вот, а в характеристике, значит, положительной, вот кроме этой алгебры такого типа появляется еще такой тип алгебры. Так, ну, например, в характеристике П равной 3, так, вот есть алгебра Е6 с чертой. Так, почему? Ну, все поняли, потому что при П равном 3 у Е6 у алгебры появляется одномерный центр. Так, и Е6 с чертой это фактор Е6 по центру. Это именно в характеристике 3. Так, ну, это связано с тем, чему равен центр. Значит, центр, ну, центр соответствующей группы, центр соответствующей группы, он, значит, является мю 3. Так, ну, и если вы задумаетесь над тем, чему в характеристике 3, значит, такими уравнениями сдается мю 3. Так, и, значит, как определяет соответствующая алгебра Ли, над двойными числами, то вы увидите, что, значит, появится большой центр у алгебры соответствующей. Так, вот, значит, ну, и там в-третьих что-то еще, о чем мне сейчас не хочется говорить, но что тесно связано вот с этим. Так, то есть вот эти алгебры, алгебры, те, которые здесь написаны, это просто вот что. Это мы берем, я вам рассказывал, мы берем алгебру комплексную типа Фи, выбираем в ней базис Шевале, строим, значит, Z-форму этой алгебры подходящую, вот порядок Шевале. А потом домножаем тензорно на что угодно, ну, например, на наше поле положительной характеристики. Это будет то, что называется алгебры Шевале. Ну, и вот, значит, на самом деле, совершенно просто принципиальную роль во всей этой науке играет следующая теорема, которую доказал, значит, Алексей Николаевич Рудаков в каком году, я сейчас не помню, конечно, но очень давно, я это уже застал, а может быть еще и нет, значит, но, конечно, я о ней с детства слышал, да, об этой замечательной теореме, значит, сейчас, я пытаюсь проверить, какого года она, значит, 71-го года, а, ну да, значит, я еще был студентом, а он уже был аспирантом, и доказывал такие теоремы, значит, теорема Рудакова 71-го года, вот, если П больше либо равно 5, и, значит, Л классическая, алгебра, алгебра Ли, так, ну, то есть, либо одна из этих, либо ее фактор по центру, ну, либо еще что-то, что получается, там, из фактора по центру добавлением еще каких-то троидальных элементов, которые определенным образом действуют, я не хочу это уточнять, так, которые тоже, естественно, возникают в классификации, так, вот, значит, там еще параметр появляется, но некий элемент неким образом действующий, так, значит, так вот, если, значит, поле характеристики больше равны 5, но алгебраически замкто, я сейчас не помню, нужно здесь предполагать или нет, значит, но для, но у нас везде алгебраически замкто, конечно, и дальше в других нужно будет предполагать, вот, то H2LL равно нулю, вот, и я уже упоминал, что это принципиально абсолютно важная вещь, которая объясняет, почему для алгебраических групп мы от условий и обратимости пятерки и семерки можем избавиться, а от условий и обратимости двойки и тройки гораздо труднее, то есть вот принципиально важная вещь, вот, это, так сказать, для морального понимания всего этого дела, это принципиально важный результат, так, значит, но вот здесь есть ограничение, сейчас я вам сформулирую две удивительных вещи, так, то есть первая удивительно, но вторая меня удивила еще больше, так, значит, первая это, но она, может, меня меньше удивило, потому что она, так сказать, как раз, значит, появилась, когда я был студентом, то есть я уже узнал ее как факт, так сказать, от великих людей, а вторая появилась вот недавно, значит, и я уже узнал ее будущее взрослым и очень удивился, так, значит, а именно первое это Браун и Кострикин обнаружили, что в характеристике 3 алгебра СП4К не является жесткой, значит, теорема Браун-Кострикин, значит, это Джи Браун, Джи Браун, да, это не тот, не тот, который форма Брауна, Роберт Браун и не Рони Браун, это еще какой-то Браун, но это известный человек, который как раз строил примеры, значит, простых алгебр практически 3, так вот, при П равном тройке алгебра СП4К не является жесткой, ну, вот, в действительности Кострикин и Кузнецов вычислили в точности и размерности, вычислили H2 для этой алгебры, так, ну, это что значит, это значит, что в характеристике 3 появляется довольно много алгебры системой корней С2, удивительно, да, точно мы знаем, что С2 это очень сложный случай, так, одну из них я вам сегодня построю, это алгебра Франко, так, значит, ну, одна из них была известна, значит, ранее, так, значит, то есть в характеристике 3 появляются новые простые алгебры, размерности 10 с системой корней С2, вот, в характеристике, значит, в характеристике больше равной 5 никаких алгебр с классическими системами корней новых не появляется, то есть появляются алгебры, у которых, у которых есть вот система корней с виттерскими корнями, а класс-классических, только классических не появляется, а здесь появляются. Ну, они, это С2, это С2, практически 2, как бы, я бы думал, что вообще СЛ совпадает с БЛ, значит, ну, группа изоморфная, просто разные представления, правда, просто векторное представление БЛ не является неприводимым, это будет, это ровно, значит, что там есть нетривиальное расширение, правда, что там H1 с естественными коэффициентами нетривиально в характеристике 2, понимаете, да, вот это ровно так, то есть в характеристике 2, СЛ изоморф на БЛ, не только С2 изоморф на Б2, СЛ изоморф на Б2, да, значит, но вот это удивительная совершенно вещь, то есть мы знаем, что СП4 это такое суровое исключение в разных ситуациях, ну, например, мы знаем, что там это один из двух случаев, там, групп ранга 2, которые не являются совершенными, так, ну, вот групп Шевале, да, над полем, скажем, да, так, ну, там понятно, что А1 когда-то не является совершенной, да, СЛ2, но вот СП4 над полем из двух элементов не является совершенной, это ровно мы обсуждали год назад, вот, в курсе исключительно объекта в алгебре и геометрии, но там, значит, видно, и мы понимаем, что характеристика 2 для СП4 является исключительной, мы хорошо понимаем, почему там характеристика 2 должна быть исключительной, потому что там есть корни разной длины, так, но на самом деле характеристика 2 является в этом смысле исключительной для вообще симпатических групп алгебр, так, значит, но СП4 является еще более исключительной, она очень часто возникает как исключение, вот, например, там в среду было две защиты, не все были, к сожалению, Саша был, да, вот, Сережа, вы были, вы не были на защитах, а были, да, на последних, не, я говорю, что там, значит, вот обсуждалось и упоминалось сейчас в докладе Вадима, что СП4 совершенно исключительную роль играет, например, вот в том, чем он занимается, то есть там, вот все, значит, например, достаточно большого ранга группы, они порождены, там, с вероятностью единицы простые, инволюции элементом порядка 3, да, при росте пули, а СП4, значит, в характеристиках 2 и 3 вообще не порождена, а в положительных, в остальных характеристиках порождена с вероятностью 1, 2, не с вероятностью единица, то есть вообще СП4 там абсолютно исключительным образом себя ведет, абсолютно исключительным, то есть СП4 исключение, так, но то, что вот здесь, значит, она исключение в характеристике 3, совершенно удивительно, и мы сейчас, значит, построим, собственно говоря, эту алгебру, вот, десятимерную алгебру, которая не изоморфная СП4 в характеристике 3, имеет систему корней С2, да, мы такую алгебру построим, это алгебра Франк типа С, так, значит, но все уже удивились, да, в этом месте, правда, сейчас мы удивимся еще больше, так, вот, значит, дальше, как бы я это уже наблюдал не как студент, а как, значит, оппонент нескольких кандидатских диссертаций по этой науке, так, ну и вот, в частности, замечательной диссертации Наташи Чебучика, ученицы, значит, Михаила Ивановича Кузнецова, так, ну и вот, я сейчас сформулирую теорему, которая мне показалась еще более удивительной. Ну, а потом уже в характеристике 2 мы перестанем удивляться. То есть, как раз вот в этот момент, как бы, возникло такое представление, что, ну, там уж, если СП4, то тем более Ж2, там, не является жесткой в характеристике 3 и так далее. Теорема Кузнецов Чебучика Значит, пусть П равно 3, значит, поле К алгебрически замкнуло, характеристике 3, да, так, значит, Л классическая алгебра. Линатка Неизоморфная Неизоморфная С2 С2 Тогда H2LL Равно нулю Правда, здорово, да? Удивительный результат. Это они публиковали в 2000 году. Вот, в матсборнике, что ли, или где-то так. Удивительная вещь, что она. То есть, окажется, что это не просто исключение, которое нашли в классике, что это единственное исключение. Так, но, вот при П равном 2, значит, при П равном 2, там все становится отлично. Значит, то есть там, значит, ну вот, например, теорема, главная теорема, с моей точки зрения диссертации Наташа была такая, значит, что при П равном 2, ну, К алгебрически замкнуло поле практически 2, значит, тогда H2E7E7 Это, значит, микрорисовое представление, представление, фундаментальное представление Е7 со старшим весом, со старшим весом PC фундаментальным. Так, то есть, иными словами, значит, то есть, размерность H2E7E7 равна 56. Так, все понимают, что это значит? Значит, что локальное пространство деформаций E7, ну, там, она строит, более того, эти деформации. Локальное пространство, потому что это только начало, это только первый шаг, да, она строит реально деформацию. Значит, все поняли, да, пространство деформ, то есть, можно деформировать там в 56 направлениях структурные константы алгебры Е7 и получать в ней изоморфтные алгебры. Красиво, правда, да? Там, что там? Для А5 можно деформировать в 20 направлениях. А5, то есть, SL6. Значит, там в качестве, вот, для SL6, и это связано с вложением, с вложением SL6E6. Значит, для А5, значит, возникает H2A5A5, это будет, значит, ВП3, так, ну, то есть, размерность 20. Так, и это, значит, с моей точки зрения, ровно связано с вложением, вот, значит, А5 в Е6. Так, ну, то есть, какие-то совершенно, в характеристике 2, в характеристике 2, естественно. Все это в характеристике 2. Так, то есть, значит, все поняли мысль мою, что, так сказать, вот характеристикой по большинству 5, а все же характеристикой 0 для классических алгебр. Характеристикой 3, она обнаруживает особенности, так, но все еще, а в характеристике 2, вот почему я говорил вам, что я не верю, что, так сказать, как-то обозримое, они, конечно, все эти деформации посчитали, но сам факт, что они есть, их настолько много, показывает, что ну вот между характеристикой 3 и характеристикой 2 там просто происходит взрыв, но это классические алгебры, классические алгебры, значит, как бы мы все-таки ожидали, что они будут жесткими, да, и вот кроме фактически 2, они действительно более-менее жесткие. Вот эту алгебру сейчас я вам построю деформацию, так, и построю еще кое-что, так сказать, значит, чтобы тоже еще больше удивиться, ну, хотя, с другой стороны, пост-алгебра Меликена нас тоже не удивляет, вот, значит, а алгебры картанского типа, они не предполагались жесткими с самого начала, мы, значит, как раз ровно, чем мы занимались там предыдущие две лекции, это мы ровно изучали, как устроены их деформации, но немножко на другом языке, но давайте я вам сформулирую ответ, значит, о том, сколько у них деформаций, но это опять производит впечатление, так, вот, например, там у алгебры Меликена пространство деформации там локальных 5 мер, так, но на самом деле, да, локальный деформат не значит, что можно фактически, понимаете, да, построить, но как бы это, но давайте я вам приведу ответ, значит, сейчас, cancel, одну секунду, мне нужно открыть, но, к сожалению, ответ был в компьютере и он закрылся, сейчас я попробую снова, значит, его найти, то есть его я не переписывал, ну да, вот он, так, значит, ну а теперь алгебра картановского типа. Угу. Угу. Ну и там мы тоже увидим, что у них, вообще говоря, во всех характеристиках довольно большая свобода в том, как можно изгибать локально, менять структурные константы. Так, вот я просто, значит, напишу для ограниченных алгебр ответ. Так, значит, сейчас, по моим представлениям, это посчитано уже почти всегда, так, то есть, ну вот, тоже много занимались этим очень в Нижнем Новгороде, значит, ученики Михаила Ивановича, ученицы. Так, значит, ну вот, деформации, деформации алгебры картановского типа. Ну я просто, значит, приведу таблицу результатов, то, что, значит, я видел, если P равно 2, P не равно 2, значит, первое, P не равно 2, значит, тогда размерность WN1, размерность H2, H2, WN1, WN1 равна N, так, значит, кроме случая N равно 1, P равно 3, в этом случае размерность 0. Так, значит, второе, SN, SN, значит, P не равно 2, ну, наверное, сейчас и известно, так, значит, значит, тогда размерность H2, SN1, SN1 равна N плюс 1. Опять, кроме, значит, кроме N равно 3 и P равно 3, кроме самого маленького случая, так, когда удивительным образом становится меньше. Так, значит, H, значит, N, SN, так, но пусть характеристика не равна 2 и 3, так, тогда значит, размерность, размерность h2 hn1 hn1 равна n плюс 1 плюс c из n пополам, так, но это при n больше равном 4, ну а при двойке равна тройке. Так, ну и, наконец, для k, значит, для k, kn, значит, опять, если характеристика не 2, не 3, но я повторяю, что если вы, значит, посмотрите диссертации, просто я уже решил, что, на самом деле, сегодня, конечно, это известно, но это нужно открывать, вот, нижегородские диссертации просто, то есть я, я, видимо, их читал, даже отзывы на них на все писал, но, если честно, не помню результаты, вот, значит, ну, потому что, ну, вы понимаете, да, такие вещи помнить трудно, да, все исключения там и все. Так, значит, то размерность h2 kn1 равна n, так, ну и так далее. Ну, а, например, значит, вот, практически 5, там, размерность h2 для алгебры Меликяна равна 5, в характеристике 5, и так далее. Так, то есть понятно, что морально эти теоремы говорят, вот они говорят, почему так классификация сложная выглядит, понимаете, да, потому что в характеристике 0, когда мы классифицируем, мы имеем дело, а здесь мы априори имеем дело с объектами, которые, раз они локально не определены, то, да, Илья, у вас вопрос, да? Первый вопрос, я так понимаю, они там развили, вот, вот такой вопрос, там это все подается одной какой-то, ну, то есть существует техника, от помощи которой они это все там... О, называется спектральные последовательности, чего там? Нет, техника называется спектральные последовательности. Нет, ну, что там, спектральные последовательности, как она называется, там, Хоффшельда, Линдона, Хоффшельда, Сейра, там, так сказать. Ну, что в таком духе, да, 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 там спектральные... Нет, это что вы, это... Каждый новый случай, это великой мировой открытии. Каждый новый случай, это огромная работа, прежде всего, так, а потом, значит, ну, вы должны... После того, как вы вычислили, это же вы считаете локально, а потом остается еще вопрос, а существует на самом деле ДИФОВ? Будете вы построить на самом деле ДИФОВ? Это каждый раз огромная работа, то есть это... Не, ну, я читал несколько этих текстов, ну, как сказать, я... Так, ну, еще, я тогда должен говорить, что значит читать, там, математический текст, да, что значит, там, быть оппонентом, что значит быть рецензентом, да, так и так далее. Я, пожалуй, не буду сейчас-то под камеру говорить сразу, да, вот, значит, но до некоторой степени я их читал, да, вот, значит, я представляю, как это делается, так, это огромное усилие каждый раз, То есть даже, когда вы знаете, значит, ну, это вот то, что мы видели на диссертации второй, да, вот, в среду эту, да, что даже когда мы знаем, как это делается, в принципе, там нужно, во-первых, а, что-то угадать, и, во-вторых, б, что-то проверить, так, даже когда вы знаете, какую технику использовать, да, и когда, тогда, так сказать, там уже написано 10 работ, в которых делается то же самое, как бы, все равно сделать для нового случая, вот, к такой сложности, да, не, ну, вот, но это, то, что я тут стер, это, как бы, удивительно, совершенно результаты, ну, и нужно какой-то техникой бы еще хорошо владеть, но этого недостаточно, если вы про это спрашиваете, там, если там творческая работа есть, да, там, вот, каждый раз, как бы, возникают отдельные, там, трюки, угадывания и так далее, это серьезная, большая работа, которую, там, много людей делало на протяжении десятилетий, скажем так, то есть то, что я вам расскажу, кстати, вот эта часть, я даже не знаю, где она сведена вместе, вот, с моей точки зрения, она и нигде не написана в таком виде, потому что, значит, они, вот, в книжке, Штраде, там, значит, Штраде Франштайнера, Штраде Примета, там написано то, что нужно для классификации, так, а вот, чтобы они свели все, включая те характеристики, где классификации нету, я этого не видел никогда, вот, Саша, как вы, так сказать, я думаю, что просто этого и нету, что-то, так сказать, там, знает, там, три-четыре человека в мире, вот, которые знают, там, вот, все, что есть, да, а, нигде не написано в таком виде, то есть, это нужно, как бы, собирать по огромному количеству текстов, причем не все из которых опубликованы, то есть, многие из них, а? Под характеристику 2 можно открывать отдельный институт? Под характеристику 2, как она сейчас выглядит, да, можно открывать действительно большую программу, да, то есть, ну, да, надо, это мне кто-то говорил из людей, которые связаны с классификацией, конечно, простой групп, что, вот, как жалко, что, так сказать, нет, но там многие люди, конвой, конвой, он, конечно, все время говорит, что, значит, допуская, как это, intentional ambiguity, да, значит, сознательную двусмысленность, он говорит, что, значит, было бы замечательно, если там, ну, не замечательно, ну, в общем, что, если бы открыли новую простую группу, да, значит, но, к сожалению, он не верит в, там, в, в, и он не говорит во что он не верит, он не верит в отрицательный исход, там, ну, как-то так, вот он, какая-то фраза, которая, значит, заставляет думать, что, там, отрицательный исход, это, так сказать, если будет открыта новая простая группа, в котором я, как он имеет в виду, так сказать, ровно наоборот, что он бы предпочел, чтобы она была открыта, но это мне говорили люди, что, если бы она была открыта, то, значит, тут же появился бы стимул, так сказать, все, реально все реализовать на других основах, и, там, снова бы дали, там, так сказать, миллионные гранты, так сказать, на завершение классификации, там, понимаете, и так далее, то есть, деятельность в этой науке оживилась бы сильно. Да, да, здесь ровно такая ситуация, то есть, здесь, конечно, характеристика 2, не, ну, то есть, вот, все время что-то происходит, все время что-то открывается, все время там изучают, что, так сказать, те, которые есть, так, но, как бы, ну, и для какой сложности здесь будет, вот, а я хотел вам, значит, рассказать, вот, еще последнее, что я хотел рассказать, то есть, я хотел еще, может быть, поговорить о структуре, но я боюсь, что все-таки у меня завтра самолет, и поэтому мы лучше специалиста выпишем. Так, я хотел вам, значит, вот, просто показать, что драконы, в характеристике 3, драконы живут еще гораздо ближе, чем, значит, чем в характеристике 5, так, вот, и построить совсем маленький, простые алгебры, новые, в характеристике 3, так, ну, и, наверное, на этом завершить уже сегодня. Ну, потому что дальше действительно уже должен рассказывать специалист. Ах, тут другой доктор. Так, ну, вот, значит, алгебры Франк. Ну, вот, Франк построил алгебры, алгебры ТМ, да, С и ТМ некую серию, так, вот, значит, С, сейчас, размерности 10, это деформация, как потом выяснилось, деформация С2, а, значит, АТ, начинается с размерности 18. Так, значит, начало 70-х годов, значит, 10 и 18. Так, значит, и строятся они примерно так. Ну, и вот, я слушал в 90-х годах доклад как раз Оскара Серкуловича в Кембридже, на конференции по алгебраическим группам, представлениям, значит, где он объяснял примеры, и, в частности, эти примеры тоже объяснял ровно тем, что, там, вот, здесь мы сейчас говорили про деформацию, что какие-то H2 нетривиальны, а он объяснял тем, что для маленьких характеристик и маленьких рангов, какие-то H1 с коэффициентами в каких-то представлениях нетривиальны. Так, вот, ну, посмотрите, значит, давайте я сейчас вам поясню примерно, о чем идет речь, ну, и это будет, значит, вот, ну, допустим, вы рассматриваете что-то такое совсем простенькое, действие СЛНК на, там, К в степени, так, вот, что, так, что значит, что соответствующие кагомологии, там, равны единице, равны нулю, что это значит, это значит, вот, что, значит, что, когда вы рассматриваете, вот такую группу, так, вот здесь вот СЛН, а здесь КН, значит, когда вы рассматриваете такую группу, так, вы себя спрашиваете, как там устроены подгруппы, которые проецируются на всю СЛНК, так, ну или по-другому, значит, можно ли СЛНК отобразить вот обратно в такую группу, значит, каким-то образом, который не был бы сопряжен обычному вложению, но вот вы можете, это афинная группа АФНК, так, вы можете отобразить там СЛНК в АФНК естественным образом, вы можете сопоставить Х, значит, Х0, 0,1, так, ну и, как бы, это обычное вложение, ну и понятно, что, поскольку вот эта подгруппа, подгруппа таких вот матриц, значит, не является там нормальной, то, конечно, у нее там будет куча сопряженных, так, но они сопряжены с ней, а вот есть ли какие-то другие отображения, которые не сопряжены, но это что значит, значит, вот что, значит, что мы отображаем Х, в, значит, куда там, ХФ от Х, так, где Ф, это отображение из СЛНК, вот в, значит, в КФ степени Н, так, ну и вот, значит, то, что, то, что это гомоморфизм, это значит, что Ф является К-циклом, а то, что это тривиальный гомоморфизм, сопряженный вот с этим положением, это значит, что это является К-границей, так, значит, то есть, это в точности, значит, существование такого нетривиального дела, это в точности, значит, утверждение, что H1, что H1 равно нулю, вот, для естественного векторного представления, но это окажется, что это действительно почти всегда так, это теорема Хигмана, теорема Хигмана утверждает, что это действительно почти всегда так, вот, но это не всегда так, так и вот тот пример, когда это не так, мы обсуждали ровно год назад, значит, самый большой пример, это пример такой, значит, H1СЛ4 2 на 2 в степени 4, да, не равно нулю, это вот ровно то, что мы обсуждали здесь год назад, в спецкурсе исключительно объекта в алгебре и геометрии, это ровно, вот, мы строили там самый большой исключительный изоморфизм при помощи вот этого дела, помните, да? Так, но я уж не говорю про то, что там, так сказать, для СЛ3, там, для СЛ2, там, вплоть до поля из 9 элементов, это не равно нулю, да, для СЛ3, значит, там, для поля из 4 элементов, там, но это ровно те примеры, которые мы видели в исключительных изоморфизмах, то есть это не всегда равно нулю, вот, и тот факт, что это не равно нулю, позволяет строить исключительные изоморфизмы, так вот здесь то же самое, что, значит, мы смотрим там на какие-то естественные представления, ну, например, вот алгебра W действует на алгебре разделенных степеней, так, и обычно, обычно, соответственно, сейчас 1 равно нулю, но для каких-то маленьких рангов и маленьких характеристик, это не равно нулю, и вот когда это не равно нулю, вот там и возникают эти примеры, так, и в общем, значит, ну, если я правильно помню, то в характеристиках 5 и 3 все примеры так и объясняются, а в характеристике 2 вроде бы все еще нет, так, значит, но вот этот пример, значит, так объясняется, но по-простому его можно описать, значит, сама Франк его описывала следующим образом, значит, она строила их как градуированные алгебры, вот с нашей обычной градуировкой, так, так, с такого же типа градуировкой, как, значит, как строилось, как строилось в общей алгебре там и так далее, так, значит, строила их как под алгебры в алгебре вот в общей алгебре W3, так, значит, в ее примерах вот L с ноликом была разрешимой, так, это P равно 3, естественно, алгебры Франк живут только в характеристике 3, так, значит, L с ноликом была разрешимой, L-1 была, значит, алгеброй O1,1, так, значит, то есть просто K от X фактор по X в кубе, так, значит, ну и L с ноликом у нас, естественно, действует как, действует на L-1, ну и на всем остальном, кстати, тоже, значит, ну вот это вот представление, оно, мы его буковкой RО обозначали, если вы помните, да, это когда мы доказывали простоту алгебры, помните, просто алгебры с такой градуировкой, да, значит, это представление из L с ноликом в эндоморфизмы, L-1, вот, значит, так вот, образ L с ноликом для S и T был таким, значит, РО от L с ноликом порождалось X дельта, 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 X и единица, ну, дельта, это дифференцирование O1,1, ну, дифференцирование вот по этой переменной, так, единица и X, вот, для L, равного S, и РО от L с ноликом порождалось X дельта, дельта, единица, X и X квадрат для L, равного T, так, значит, ну, вот, так, и оказалось, что, вот, значит, существуют, существуют простые алгебры, у которых L-1, L-0 и L-0 так вот устроены, как, значит, здесь сказано, L-0 разрешима, так, и, значит, сейчас я опишу явно, так, как они устроены, и вот алгебра S не является, так, извините, алгебра S является деформацией, а деформацией C2, но еще интересней, что алгебра T не является ни деформацией классической, но и не может быть, потому что размеры с ней совпадают, ни деформацией, ни картановской, алгебры T не являются, алгебры T образуют целую серию, не являются ни классическими, ни деформациями классическими, то есть в характеристике 5 достаточно было говорить, что они сами не являются классическими, потому что в характеристике 5 классические не имели деформацией. А здесь алгебра Т не является не деформацией классической, а не картановской. То есть алгебра С уже не соответствует классификации теоремии, которая была классификацией в практически больше равны 5, и она появляется уже в размерности 10, то есть первый контрпример классификации появляется в такой крошечной размерности как 10, а значит в размерности 18 появляется контрпример просто в предположении, значит, контрпример не к той теореме, а более слабой, что, так сказать, еще классического типа добавляется слово деформация, все равно неверно. Ну а потом были построены массы, там масса была построена новых примеров, вот алгебры Кузнецова, алгебры Ермолаева, алгебры Скрябина, в основном строили русские математики, ну в основном ученики Алексей Иванович, так, то есть там вклад огромный. Вот, значит, ну и в действительности вот есть замечательная теорема Кузнецова и Оля Муляр, которые я тоже был оппонентом в свое время, они в Петербурге, в Нижнем Новгороде нет своего совета по алгебре, поэтому все алгебраические диссертации защищаются в Петербурге, защищались. Как по алгебрам, значит, ли, так и по там конечным группам. Вот оказывается, что эти алгебры, они играют совершенно исключительную роль, это в точности, значит, алгебры, в которых существует максимальная разрешимая под алгебра, значит, неприводимо действующая на факторе. Так, значит, ну SL2, естественно, таким свойством обладает. В SL2 верхние треугольные матрицы, фактор одномерен, но на одномерном факторе трудно, так сказать, если там есть, понимаете, значит, если есть полеалгебраический замкнутый, если есть скалярная часть, не центральный элемент, то, естественно, неприводимо действует. Так, значит, в W1 действует, и вот эти вот еще два единственных примера. То есть вот эти примеры, они просто, значит, допускают вот такую замечательную характеризацию, то есть, ну это уже, так сказать, reverse engineering, но если бы вы задались таким вопросом, вы бы их открыли. Вот если бы отвечали на тот вопрос, который здесь, значит, формулируется. теорема Кузнецова, Кузнецов и Муляр. Значит, пусть P, ну, наверное, все-таки больше двух характеристик, да, P больше трех, значит, L простая алгебра, К алгебрический замкнутый, естественно, L простая алгебра над К, в которой есть максимальная разрешимая под алгебра. О, так, ну я сделал обычную ошибку. Максимал сплит торрес, это не то же самое, что сплит максимал торрес, да? Так, все поняли, да? Это очень важно, это, в общем, математическая вещь. Рома, объясните разницу. Что такое сплит максимал торрес, что такое максимал сплит торрес? Сплит максимал, значит, он максимальный и при этом расщепимый, он не всегда существует, он существует только в группах Шеволе. Так, а максимал сплит, это максимальный среди расщепимых, которые существуют всегда во всех. Он просто может быть равен единице. Так, и здесь, конечно, значит, она должна быть максимальной. Так, и существует максимальная под алгебра L с нуликом. Максимальная, но при этом разрешимая. И существует максимальная под алгебра L с нуликом неприводимо действующая. На L по L с нуликом. Тогда, значит, первое, L равно SL2. Второе, L равно W1. Ну и третье, P равно 3. И значит, и L из аморф на S или Tm. Устроится целая серия, зависящая от целого параметра. А вот S и Tm имеет размер с 18? Я не уверен. Я Т1 имеет размер с 18. Т1, 18. Т1, 18. Там как Салбер Меликяна, потому что... Сцедает от этого иметься. А? Иначе получалось бы, что многообразие алгебры L в 18 мерах было бы необычно, что не было бы алгебричным. Да, да. Да, да. Вот. Но понятно, что это теорема говорит. Это теорема говорит, что... Что вот у нас появилась еще одна алгебра ранга 1. В характеристике 3. То есть, значит, в характеристике 0 мы должны все алгебры собирать из вот этих блоков. Это классические корни. В характеристике P больше или равны 5, и мы должны все алгебры собирать из этих блоков и этих блоков. Это классические корни, это витовские корни. А в характеристике 3 появляется еще один тип блоков, из которых... Так? То есть, эта теорема говорит нам, насколько, опять же, будет сложнее просто доказать... Вы понимаете, да? Потому что, на самом-то деле, там основы... Первый, ну, основной шаг классификации – это ранг 2. Так? Но вот уже в ранге 1 появляется новый, поэтому в ранге 2 там перебор просто вырастет значительно, да? Так. Ну, и теперь я, значит, хотел вам построить, значит, так же, как помните, я, вот следуя Кузнецову, вам построил алгебры Меликяна. Вот я, значит, сейчас хотел просто написать явные формулы, которые были написаны Скрябином, значит, в 92-м году для, вот, алгебр Франк. Значит, Скрябин, значит, в 92-м году явно построил таблицу умножения для алгебры Франк. Ну, вот, на самом деле, то, что здесь сказано, что они сами простые, аль 0 разрешимо, и минус 1 устроен таким образом, это уже их определяет. Так? Но это не то же самое, что явно задать таблицу умножения, вот, а, значит, и, по-моему, я писал там букву М, когда я писал градуировку по модулю 3 для алгебры Меликяна, да? Градуировка обычная, это L, а... Так, кто может проверить быстро, у кого есть конспект в этом месте? Построение алгебры Меликяна. Градуировка M там называлась, M0, M1, M2, да? А? По-моему, так, да? Вот, но вот здесь мы будем алгебру L строить как M0, M0 плюс M1, значит, где 0,1, значит, понимаются по модулю 2. Так, то есть мы, значит, должны будем задать эти алгебры и задать в них таблицу умножения, задать 3 формулы 0,0, 0,1 и 1,1. То есть как коммутирует элементы степени 0, как коммутирует элементы степени 1, и как коммутирует 0,1, и как коммутирует 2 элементы степени 1. Вот, значит, ну вот эта алгебра строится так, M0 есть, это алгебра TN, значит, W1, это вот новые алгебры, которые являются аналогом алгебра Меликяна в характеристики 3. Алгебра Меликяна там же тоже, там первая из них имела размером 125, а дальше они... Ну, Бангер Франк в 18 метрах была построена собой Франк, а остальные, по-моему, уже в последней построении. Вы думаете? Ну, у меня, кажется, такое впечатление из книжки в локте. Может быть, может быть, вы правы. То есть, может быть, она просто построила первую алгебру, которая не была ни деформацией классической, ни картановской. И она была 18-мерной. То есть, значит, что Скрябин их называет алгебрами Франк все в работе 92-го года, это абсолютно точно. А построила ли работу Франк, я, если честно, не читал. Я читал работу Кузнецова и Скрябина, а Франк я не читал. Ну, и диссертации, в которых вычислялись там. Для них вычислялись алгебра дифференцирования, там, группа автоморфизмов, там. Ну, для них сейчас все известно. Там, картамские падалгебры, там. Ну, не только для них, а вообще для всех примеров, которые... Вот, значит, М с ноликом равно W1M плюс, значит, плюс вот что. СЛ2, извините, извините, СЛ, ну да, СЛ2К, тенсор на О1M. Вот, значит, так, АЛМ1 равно К квадрат тензор на Омега-1M. Так, дифференциальные формы степени 1. Вот, но вот рассмотрим на К2 невырожденную симплектическую форму. Значит, невырожденная симплектическая форма на К2. Ну, давайте буквкой В ее обозначим. Так, ну и пусть у нас У1, У-1, это базис Витта. То есть, иными словами, мы считаем, что К2, это не К2, а это гиперболическая симплектическая плоскость. Так, ну, СП2, а, мы считаем, что это не СЛ2, а СП2. Ну, они так совпали, так сказать. Вот, значит, ну, тогда нам нужно определить, нам нужно определить, как коммутируют элементы степеней 0, степени 0 и 1 и степени 1. Ну, как определить, как коммутируют элементы степени 0 просто? Это просто алгебра Ли. Посмотрите, это алгебра Ли, это алгебра Ли. Так, так что тут нет ничего проще. Значит, степени 0 я легко напишу формулу. Так, значит, первое, это 0-0. Ну, значит, какие у нас буквки не заняты? Нам две буквки нужно. XY не заняты, да? Нет, экспериментная. Y и Z. Так, понятно, что я написал, да? То есть, это обычное коммутирование в алгебре Ли М0. Так, теперь, значит, давайте смотреть, что происходит между 0 и 1. Так, значит, происходит следующее. Значит, у нас элемент степени 0 выглядит так. Это, значит, дельта, это дифференцирование по X, да? Вот, F это элемент алгеброразделенных степеней. Так, дальше, плюс. Мне нужна еще одна буковка. Буковка для элемента SL2. Мне не хочется использовать буквку G, потому что G будет снова функцией. G маленькая. Так, ну скажите мне еще одну буквку. H. H это тоже функция. S маленькая. А? S маленькая. Почему S маленькая? Ну, почему не. Ну, пожалуйста, да. Так, плюс S маленькая. Тензор на G. Так, а элемент отсюда, из M1, он имеет вид, значит, вектор на дифференциальную форму. Ну, значит, W порождается D кругленькая, а это порождается Dx дифференциалом, да? Так, значит, Dx это как раз дифференциал степени 1, да? Вот, значит, ну, так мы напишем U плюс U тензор на HDx. Так, ну, давайте укажем, что где сидит. FGH это у нас функции, это у нас функции, так, значит, S это у нас элемент sp2k, а U это элемент гиперболической плоскости. Так, значит, тогда это равно, значит, U тензор на, так, это должен быть однородный элемент степени 1. Однородный элемент степени 1, то есть, значит, сумма произведений элементов гиперболической плоскости на дифференциальную форму. Так, ну, вот, значит, смотрим, как их можно скомбинировать. Так, это мы так определяли год назад умножение матриц Цурна. Мы смотрели, что можно поставить на какое-то место и все это писали. Ну, там знаки нужно было выбирать, помните, да? Аккуратно. Вот, значит, U тензор на дельта FH, DX, так, плюс S от U тензор на GH, DX. Ну, да. Ну, да, значит, вот это мы применяем, этот элемент к этому, а это мы применяем, этот элемент к этому. Вот, ну и 3. Значит, 1, 1. Так, ну, 1 плюс 1 равно 0, да, как известно. По модулю 2. Вот, то есть, значит, мы должны взять два элемента такого вида и получить элемент такого вида. Так, ну, вот, значит, пишем два элемента такого вида. Пишем два элемента такого вида. У тензор на FDX плюс V, извините, V плюс GDX равно. Так, значит, здесь у нас F и G это функции, а U и V это вектор из гиперболической плоскости нашей. Равно, ну, смотрим, тоже, так сказать, каким это образом можно скомбинировать. Так, ну, для начала можно взять, значит, U и V скалярное произведение. Так, это что такое, значит, мы взяли скалярное произведение U и V, ну, и, значит, как это должен получиться элемент, это должен получиться элемент вот отсюда, да, правильно, да? Элемент отсюда, дифференцирование. FG, D, дельта. Докругленькое. Так, плюс. Вот, а теперь мы должны получить элемент отсюда. Элемент отсюда должен быть линейное преобразование на, значит, на функцию. Так, ну, значит, мы должны скомбинировать линейное преобразование. Ну, наверное, линейное преобразование проще комбинировать из векторов. Так, значит, ну, а функцию? А функцию с функцией. Так, то есть, значит, первое должно зависеть от U и V, а второе должно зависеть от функции. Так, ну, вот первое, это что-то типа, там, линейная часть преобразования Эхлера, Зигеля, Диксона, кто помнит классические группы. Так, ну, а второе, это, значит, а второе, это то, что должно быть, как эти вещи, упс, что-то я здесь не то написал. А второе, это то, что может быть, когда мы вот это прокоммутируем. То есть, мы по отдельности коммутируем их. Вот, значит, это будет T, U, V, а тензорно, вот что, значит, знак не перепутать, F, дельта, F, D, G, минус G, D, F. Вот, ну, а T, U, V, это линейная часть преобразования... Да? Здорово, Александрич, а циферка два в кружочке... Где? ...квартира два в кружочке, когда вот мы там из M0 и M1. Вот мне не нравится там U тензорно на D крупненькое FH. Почему F занятло... Плюс! Не-не-не-не-не-не-не-не... Нет-нет-нет-нет-нет, а тензорно... А тензорно как же? Ну, то есть, нет, возможно, это правильно написано форму, Но тогда я не понимаю, почему я вдруг внеслась. Казалось бы, мы говорим, что мы действуем сначала F за среденьким, но этот вот кусочек. Хотелось бы F оставить, а D действует на марш. Я об этом уже подумал, да. То есть вы считаете, что я просто, так сказать, неправильно это срисовалась в статье? Я просто не знаю, неправильно. Интерпретация правильная, потому что интерпретация, как еще интерпретировать? Значит, не исключено, что, да, это вот поставьте здесь знак вопроса, кстати, да. Я уже, вы знаете, об этом подумал, когда, так сказать, я это сказал. Мне это уже пришло соображение в голову, да. Я заинтересовался тем, так это или не так, да. Значит, где T, U, V от W равно, значит, B равно B, U, W, W, W плюс B, W, W, W. Вот, как-то так. Ну, W тоже, естественно, из гиперболической плоскости у нас. Вот, значит, и это... Я боюсь, значит, мы узнали тоже, что в характеристике 3 есть новые алгебры. Так, вот, явно построено, а, а, это задача для тех, кто будет экзамен сдавать. Потому что, когда вы начнете принять творчество Якоби, вы сразу узнаете. Вы сразу узнаете, вот, понимаете, да, верно это или нет, или нужно их будет вынести. Я не исключаю, что их нужно вынести, да. Я шан это не исключаю. Потому что, ну, да, здесь я понимаю, почему это так, а здесь я не понимаю, почему это так. Да. Но если вы проверите то же, что Якоби, то, так сказать, вы узнаете, да. То есть, это однозначно просто восстанавливается, да. Вот. Но, в общем, вы видите, что... А, ну, и докажите простоту, например. Нет, ну, это серьезно, то есть, вы понимаете, да, что это каждый раз, это очень серьезно. То есть, вот это мир, в котором, значит, вот этих исключительных вещей, там, просто даже зная, как они выглядят, нетривиальное свойство проверить. Так, но ведь открытие-то не в этом стояло. Открытие стояло в том, что люди вначале подумали о том, что что-то такое может быть, да. И вот это, конечно, то есть, когда ты понимаешь, что... Вот действительно, ну, я более-менее понимаю, как такую вещь можно открыть. Вот примерно там они видят, где она может взяться, и начинают вот там и искать. Так, и в какой-то момент, значит, вот когда ты убеждаешься, что какие-то вот вещи сходятся, да, что... Не, ну, или они пытаются доказать классификационную теорему. Вот не общую, а какой-то кусок. Вот там классифицировать алгебры, там, ранга 1, там, или ранга 2, там, торического, да, значит, и не получается, это значит, что там будет... То есть, а с другой стороны, может, не получается, потому что мы недостаточно упираемся, может, там ничего и нет. Но вот это, так сказать, когда ты смотришь на это ретроспективно, на то, какие усилия просто должны были быть потрачены на то, чтобы, так сказать, прийти от того состояния, да, от того, в котором мы были тогда, к тому, в котором мы, значит, находимся сегодня, да, уже, как бы, но это просто... Я испытываю восхищение перед героизмом этих людей, которые, вот, берутся за такого типа задачи, да, где просто неизвестно. Но с другой стороны, как бы, людям свойственно чем-то заниматься, да, и это, вроде, такая, ну, настолько рафинированная форма судоку, да, что... Вы понимаете, да? То есть, настолько интереснее, чем все, так сказать, обычные развлечения, что... Ну, когда... Люди же этим занимаются годами, да, то есть, понятно, что это не то, чтобы они... То есть, они вначале там изучили, будучи студентами, характеристику ноль, потом там, так сказать, начали слушать курсы, да, у руководителя, потом, значит, они, будучи аспирантами, там что-то поизучали, да, а потом, когда выходят и вот начинают делать то, что... То есть, ну, вот, конечно, в наше время в математике были сделаны удивительные вещи, ну, вот, я имею в виду в конце 20-го века, и сейчас, наверняка, происходят удивительные вещи, но удивительны они именно тем, что, вот, понятно, значит, сколько может сделать один человек, если упираться. То есть, если вы посмотрите, там, на... Вот, классификация конечных простых групп, она обычно приводится в качестве примера, но это далеко не самый сложный пример. То есть, ведь сегодня мы знаем, там, не классификацию конечных простых групп, а сегодня мы знаем классификацию их представлений. Вот то, о чем, так сказать, рассказывал на колокве Александр Ефимович, да. Так, сегодня мы знаем практически классификацию, ну, для всех практических целей, конечно, так-то мы ее не знаем, потому что это значит теория представлений. Ответа мы не знаем, но мы знаем все, что нужно знать для того, чтобы применять. Мы знаем сегодня классификацию максимальных подгрупп конечных простых групп. Так, вот мы знаем то, что вот я вам рассказал, допустим, там, в характеристиках больше 5 классификации, да, и много про них. Так, и вот какие усилия грандиозные были потрачены на получение этих результатов. Так, ну, а, например, теория представлений конечных простых групп, там, ну, огромную часть сделана просто вообще одним человеком. То есть, вот просто люстиком, да. Так, если там в классификации конечных простых групп самой классификации, там, роль Ашбахера, ну, он, как бы, самый важный, но он далеко там не единственный, да, и не больше половины, как бы. Да, то вот люстиком, конечно, заведомо просто сделал большую часть работы, да, вот. И то же самое здесь, вот, значит, когда ты вдумываешься и понимаешь, что, каких усилий так, и, то есть, насколько это все продвинуто, то как-то, вот меня, я испытываю, я не знаю, что, так сказать, как-то даже сформулировать, но вот какое-то такое… Ну, вот такое же чувство, как при посещении Саграда Фамилия в Барселоне, понимаете, да. Вы были? Нет, в Бесклане я не делал. А стоит? Сережа, вы тоже не были, да. Стоит, да, да. Вот там, значит, я не знаю, он, так сказать, пытался, значит, воспеть величие, так сказать, творца, но это я не знаю, но величие творения, оно вполне ощущается. Вот так и здесь. Так что в этом семестре все, к сожалению, а в следующем я начну рассказывать то, чем мы сами сейчас занимаемся, вот, Decomposition of Unipotnis. Можно сразу на английском языке? А? Да. Чтобы уже смотрели люди не только здесь, да, и нужно иностранцев привести, чтобы это было естественно несколько, и тогда можно рассказывать на английском. Александр Юрьевич не выиграл? Нет. Я думаю, что сегодня мы поставили на этом точку, так. Хотя вот в этот момент все бы только начиналось, как в классификации, в характеристике ноль, она является не завершением, она является началом. То есть вот ровно с этого места эта наука становится интересной. Вот так и здесь сейчас нужно изучать, там, понимаете, максимальные под алгебры и так далее, там. Ну, да, на этом мы ставим точку и дальше обращаемся к специалисту. Все, спасибо большое.